Бояться нечего, нужно вовремя обезопасить себя. В Мурманске стартовала прививочная кампания против сезонного гриппа. Северяне вернулись из отпусков, которые они провели в разных регионах и вместе с воспоминаниями о лете привезли домой и вирусы. Ирина Ремезова продолжит тему. В мобильной лаборатории каждый желающий может сделать себе прививку, чтобы обезопасить себя от сезонного вируса гриппа. Ведь именно в морозной межсезонье все северяне сталкиваются с этим неприятным недугом. И все же кто-то болеет чаще или дольше, да и переносимость этого заболевания у каждого разная. Врачи относят к группе риска детей детсадовского возраста, пожилых и людей со слабленным иммунитетом. Однако не стоит забывать и о том, что все мы живем в обществе и ежедневно контактируем с огромным числом людей. В какой-то момент вирус может оказаться сильнее и естественная защита организма просто не справится. Чтобы просто-напросто предохранить себя от того, чтобы не заболеть, надо прививаться. И к нам часто приходят те люди, которые ранее прививались. Они прививались в прошлом году и приходят те же самые. В основном говорят, что вот мы получили прививку и за год почти не болели. Я думаю, что все должны понять, что это действительно для своего здоровья. Кто хочет быть здоровым, должен прививаться. Это самое главное. Первый, пожалуй, самый достоверный признак, что вы заболеваете – высокая температура. Обычно это состояние сопровождается общей слабостью, головной болью, насморком и кашлем. Однако нередко заболевшего может даже тошнить. Несмотря на множественные предупреждения и призывы обезопасить себя заранее, многие россияне все же относятся к процедуре скептически. Кто-то опасается аллергических реакций, кто-то и вовсе считает процедуру бесполезной. Однако многие все же боятся заболеть после прививки. За последние два года у нас УВИ-грипп отечественного производства. И, кстати, оно легко переносится. И без температуры, и без ничего. И отечественное производство – оно хорошая вакцина. Мы с вами тоже прививались. На практике показывают, что как раз эту вакцину переносит очень легко. Но если может быть, там чуть-чуть будет температура. Ну, может быть. Это очень редко. Сама процедура не занимает много времени. Буквально пару минут, и вы можете не бояться заболеть как минимум в ближайшую зиму. Мы решили выяснить, боятся ли мурманчане прививок от гриппа, и как они оберегают свое здоровье. Вы делали прививку от гриппа когда-нибудь вообще? Я каждый год ее делаю. Вот здесь. А почему считаете это необходимым? Почему такую традицию для себя завели? Это снижает осложнения. Мне так кажется. Четыре раза сделал в этом году. Уже четыре раза? Болели после этого? Нет, не болели. А какие-нибудь осложнения у вас бывают? Нет, нет. Здорово, здорово, здорово. У меня при прививках всегда небольшие осложнения, но это чисто особенности моего организма. А какие-нибудь еще, знаете, методы, чтобы обезопасить себя в сезон гриппа? Ну, можно носить маску, чтобы... Ну, болезнь передается воздушно-капельным путем, естественно, и можно носить маску, чтобы себя обезопасить. Я не делаю прививки, я после них болею постоянно. А у меня такая же ситуация, я болею постоянно. Скажите, пожалуйста, вы делаете прививки от гриппа? Нет, не делаю. А почему? Ну, я не знаю, спортсмены, и с класса, может, с шестого уже не делаю прививки. Ребенку тоже не делаю прививки от гриппа. Преще всего, чаще болеют после нее. Я регулярно витамины пью. Те прививки, которые делают стойкий иммунитет, там, корь, краснуха, естественно, делаю. Обязательно надо. Тем более, грипп в этом году должен быть с двух вор. Поэтому, я считаю, что необходимо сделать прививки. Для удобства горожан мобильные прививочные кабинеты располагаются вблизи наиболее посещаемых мест. На парковке около окея, меридиана и ленты. Более подробную информацию вы можете найти на нашем сайте или в группе ВКонтакте. Продолжение следует...